В Бейруте, столице Ливана, с улиц убирают стекло и другие обломки, а также ремонтируют витрины магазинов и входные двери банков. Накануне здесь, в центральном районе Хамза, бушевали протестующие. Они недовольны ухудшением экономической ситуации в стране. Коммерческие банки, пытаясь остановить массовый отток капитала, ограничили доступ вкладчиков к депозитам. Также они более чем на два месяца заблокировали пересылку денег за границу. «Я одна из тех, кто призывает нападать на банки. Я также призываю идти по домам всех, кто довёл до такого. Я хожу сюда уже три дня и смогла снять всего 300 долларов. Я работала 55 лет, а теперь прихожу и умоляю, чтобы мне отдали мои деньги». В октябре прошлого года в отставку подал премьер-министр Ливана Саад Харири. Этому предшествовали протесты против коррупции и плохого управления, которые стали причиной экономического кризиса. С тех пор политическая обстановка в стране оставалась крайне хаотичной. «Я живу здесь последние 42 года. У меня магазин. Я видел, что здесь вчера происходило. К сожалению, это был хаос, который вызвали политики. Они довели до такой ситуации». Так представитель ООН в Ливане Ян Кубис отметил, что ливанские политики предпринимают вялые попытки сформировать новое правительство и решить кризис. Вместо этого они пассивно наблюдают за крахом экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова